МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости ТВК. Я Ловитя Пляшина. И сейчас о событиях дня подробно. Сегодня на 93-м году жизни скончался металлург, общественник, фронтовик и герой труда Александр Кузнецов. В почти 30 лет он возглавлял Красноярский металлургический завод. Будучи доктором технических наук, членом-корреспондентом Международной инженерной академии, участвовал в создании первого самолета серии Ту-104. После ухода на пенсию занялся общественной деятельностью. Под его эгидой была создана хоккейная команда «Сокол», а также одноименный стадион, бассейн и спорткомплекс. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны он был награжден Орденом Красной Звезды и Орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Свои соболезнования родным и близким Александра Кузнецова выразили губернатор края Виктор Толоконский, а также депутаты Законодательного собрания края. Меня познакомил с ним мой отец. Они оба фронтовики, они оба герои. И для меня это в какой-то степени еще и какая-то семейная утрата. Мне кажется, что это просто необычный человек с точки зрения сочетания в нем и железной воли, мягкости и какого-то такого глубокого человеческого проникновенного взгляда на мир. В этом смысле он чем-то был похож на того же самого Виктора Петровича Астафьева, с которым мне доводилось общаться, или на Вене Сергеевича Соколова, нашего первого ректора. Вот так получилось, что на кладбище они все будут лежать вместе. Всегда это был человек с огромной энергией, с огромным интересом к жизни. И вот с этим удивительным государственным подходом во всем, вот это государственное мышление его всегда отличало. Очень скромный человек, очень скромный. Но человек в своем интересе мирового масштаба. Его интересовали вопросы геополитики, его интересовали всегда вопросы развития страны, вопросы развития края. У него всегда была своя точка зрения. Было вот это уважительное отношение к людям во всем. И это, конечно, отличает вот настоящего руководителя, руководителя с большой буквы. В эфире новости ТВК мы продолжаем выпуск. Красноярск – город фонтанов, не только декоративных, но и стихийных. Сегодня в нескольких районах города, из-под земли, били гейзеры. Это видео с улиц Республики. Там после водной феерии на дороге выглянула радуга, видимо, на радость всем проезжающим мимо. На улице Робеспьера все прозаичнее. Мощное строя воды просто выбило крышку колодезного люка. По словам очевидцев, топило улицу минут 20. В то же время на улице Матросова вода практически полностью блокировала подземный пешеходный переход. К полудню коммунальные службы уже откачали воду. В СГК пояснили, порывы теплосетей сейчас стандартное явление, так как по городу проводятся гидравлические испытания. За три дня выявлено 11 дефектов. С дорожными фонтанами справляются быстро, за исключением ситуации на улице Майерчака, где из-под земли фонтан бьет по меньшей мере уже три дня. Вода просочилась через трещины в асфальте и затопила часть дороги. В Краскоме пообещали завтра провести диагностику участка, так как заявка от жителей поступила только сегодня. Незаконных павильонов не будет. В Красноярске грядет ночь в длинных ковшейках в Москве, когда там за сутки уничтожили несколько сотен торговых точек. Массовый демонтаж у нас решили начать с советского района через неделю. Там отмечают власти больше всего незаконных конструкций. Демонтировать планируют более 500 павильонов. Все они стоят на муниципальной земле незаконно. Не исключено, отмечают в департаменте главы города, что освободившееся место благоустроят. Впрочем, предприниматели, чьи павильоны попадают под снос, смогут еще узаконить свое размещение. Но не все так просто, как рассказывает власть. Сегодня к нам в студию программы «Летнее интервью» придет предприниматель, который разобрался в схеме, как сейчас отторговывают места под павильоны. Также на нашей летней крыше мы ждем представителя Краевого союза малого предпринимательства. Начало эфира в 20.30 на ТВК, сразу после основного выпуска новостей. Ее фактически не существует, но она официально владеет нашим имуществом. Именно так жители 16 домов в разных районах города отзываются об управляющей компании «Крас БСК», которая якобы без ведома жильцов взяла все под свой контроль. Люди говорят, что коммунальщики даже подделали их подписи. Подробности в репортаже Захара Письменных. Я распечатала этот реестр, я сразу обратила внимание на свою фамилию. Потому что виделось, безусловно, что подписи сделаны практически одной рукой. Я когда посмотрела, увидела, что моя подпись не моя. Семь листов подписей, которые оставили всего три человека за всех жителей дома по адресу Ключевская, 59. Так одна из активистов дома описывает протокол собрания, который новая, но нежеланная компания отправила в службу стройнадзора. Наталья Живаева говорит, что подписались даже те, кто здесь никогда не живет, а лишь сдает комнаты. Среди якобы проголосовавших за есть и несовершеннолетние. На вопрос, как так получилось, говорит Наталья Живаева, в обслуживающей организации ответили, что все сделали по закону и спорить с ними не стоит. Любят употреблять такие громкие имена о том, что нам все сойдет с рук. У нас все везде, не знаю, как понять, что сказать. Везде друзья, везде товарищи. Кто-то где-то с кем-то работал, кто-то где-то отдыхал на природе, кто-то за бутылкой или еще зачем. Такая же ситуация и с соседним домом 57 по улице Ключевской. Люди заявляют, они не голосовали, но в стройнадзор предоставили подписи, которые, возможно, тоже написаны одной рукой. Раньше за этими домами следили в дирекции специализированного жилищного фонда. В это сложно поверить, но даже для них такие перемены стали неожиданными. Одна из техников смотрителей сегодня призналась новостям ТВК, что отговаривала жильцов даже здороваться с новыми псевдоуправленцами. Но было уже слишком поздно. Пошло много людей, люди не слышали даже и вообще не видели и не слышали. Все в шоке, все, ну, как вам сказать, люди в гниве, что за них расписались. Объявления о такой резкой смене управляющей компании появились сразу на 16 домах в разных районах города. Там указаны новые реквизиты, несколько контактных номеров и адрес для обращений. Новости ТВК решили приехать в офис КРАС БСК, но оказалось, что двери там закрыты. По одному из указанных номеров неизвестный мужчина нам ответил, что это нормально, когда люди свои подписи не узнают. В сфере ЖКХ, это странно, я согласен, но бывает, что люди потом вспоминают, что они подписали за какие-нибудь счетчики или еще за что-то. Подписали вторую страницу, не видя первой. И это их подпись. И любая экспертиза, которая, как вы говорите, полиция, там еще кто-то, это все подтвердит, что человек своей рукой подписал эту бумагу. А потом передумал и говорит, что он не подписывал. В полицию жители написали уже целых 35 заявлений. Их поддерживает и бывшая обслуживающая организация, представители которой обратились в администрацию района. По словам юристов, дома можно легко вернуть, стоит только доказать подделку подписей. Если докажут в судебном заседании, что подписи жильцов все-таки это подделка, то есть докажутся подчерковичевская экспертиза по ходатайству истца, то это будет не сложный процесс сам по себе. Самое главное – грамотно собрать пакет документов и сдать исковое заявление в суд с обоснованными требованиями. По словам юристов, такой ситуации теоретически можно избежать. В первую очередь нужно всегда следить за платежками, и если там меняются любые данные или названия, необходимо срочно узнать, в чем причина перемен. Добавлю, что эту ситуацию новостям ТВК сегодня прокомментировали и в службе строительного надзора и жилищного контроля. Там заявили, что КРАС БСК уже в реестре, а подлинность подписи они не проверяют. Получается, что таким образом захватить можно любой дом в нашем городе, а людям останется только бегать по судам. Но для начала они намерены провести собрание в следующий понедельник в 19.00. Захар Письменных, Илья Заречный, Новости ТВК. Через полторы минуты в новостях ТВК. Почему, по мнению политологов, исключение Анатолия Быкова из партийного списка выгодно для патриотов России, и когда он снова получит возможность стать депутатом. Через пять минут, как допинговый скандал повлияет на судьбу Красноярской универсиады. Через 13 минут в Киеве взорвали автомобиль известного журналиста Павла Шереметов. Сегодня члены Краевой избирательной комиссии единогласно приняли решение исключить Анатолия Быкова из заверенного краевого списка кандидатов от партии Патриоты России на предстоящих выборах депутатов Законодательного собрания края. Отмечу, что до этого Анатолий Быков возглавлял этот список. Причина исключения – отсутствие пассивного избирательного права. В 2002 году Анатолий Быков был осужден по статье «Убийство». Спустя три года судимость с обвиняемого сняли. Тем не менее, в избиркоме отметили, после погашения судимости должно пройти 15 лет. И только после этого человек сможет участвовать в выборах. Таким образом, пассивное избирательное право Быков получит лишь в апреле 2020 года. Анатолий Петрович Быков не скрывал от избирательной комиссии края о том, что он судим, предоставил соответствующие документы, которые мы проверили в соответствующих органах. Только на основании формальных оснований, прошу прощения за тавтологию, комиссия не могла оставить данного кандидата в списке кандидатов. И я бы хотел сразу сказать, чтобы не было тут никаких спекуляций, избирательная комиссия не чинит никому препятствия участвовать в выборах. А действует только в соответствии с действующим законодательством. Руководитель краевого отделения партии Патриоты России Иван Серебряков отметил, что этот исход для партии не был неожиданным. О решении избиркома они будут оспаривать. Как только речь заходит за Анатолием Петровичем Быковым, я так понимаю, что сразу все начинают обливаться холодным потом и пытаться придумать какие-то всевозможные схемы, как бы этого человека снять, потому что он имеет реальную поддержку среди населения Краснодарского края и составляет достаточно значительную конкуренцию. Это не окончательное решение, по той причине, что в дальнейшем мы это дело будем все равно рассматривать в суде и принимать будут решения в соответствии с законом. На обжаловании решений у избиркома избиркома у патриотов есть 10 дней. По мнению политолога Сергея Комарицына, вся эта история пойдет на пользу. Партии может сыграть особую агитационную роль. Мне кажется, что это подарок такой для партии патриотов России, потому что дает дополнительные информационные поводы и для пропаганды этой партии, для ее агитации, это дает ему возможность вести агитацию за вот эту партию, уже не будучи специальным кандидатом к депутатам. Он же все равно будет спикером таких-то новостей, он будет выступать, он будет говорить, что нас преследуют там и так далее. Гонимых в нашей стране очень сильно любят. Также избирательная комиссия сегодня закончила заверение списков кандидатов в депутаты законодательного собрания края. Таким образом, по краевым спискам заверились 980 кандидатов и еще 238 человек – одномандатники. Теперь последние должны принести свои документы в окружные избирательные комиссии и там же пройти регистрацию. Кроме того, сейчас продолжается процедура выдачи удостоверений кандидатам. К слову, первым по советскому одномандатному избирательному округу номер 7 его получил кандидат от Всероссийской партии «Патриоты России» Владислав Вычужанин. Больше 10 лет он проработал в авиакомпании «Красноярские авиалинии», а с 2008 по 2013 год был депутатом городского совета. Сейчас Вычужанин занимается строительным и сельскохозяйственным бизнесом. Напомню, выборы в законодательное собрание края и в Государственную Думу пройдут 18 сентября. К другим темам. Следственный комитет начал проверку по факту смерти инвалида-колясочника. Напомню, 54-летний мужчина застрелился в своей квартире из травматического оружия. Как заявили родственники погибшего, причиной стало 4-летнее домашнее заточение. Мужчина не мог выйти из квартиры из-за отсутствия пандусов в подъезде. В администрации на просьбы инвалида отвечали лишь отписками. Сейчас началась проверка в отношении ответственных лиц администрации Свердловского района. В случае обнаружения нарушений чиновникам грозит до 5 лет лишения свободы. Международный олимпийский комитет призывает отменить проведение всех международных соревнований в России после громкого допингового скандала. Руководство МОК уже обратилось ко всем международным федерациям с просьбой начать искать альтернативные места для проведения спортивных мероприятий. Речь идет про отмену этапов и финалов Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, прыжка в с трамплина и лыжным гонкам. Не будет соревнований по сноуборду в Москве и Казани, по бобслею скелетону в Сочи, по фристайлу в Москве. Однако, как сегодня новостям ТВК заявил министр спорта края Сергей Алексеев, решение Международного олимпийского комитета не повлияет на проведение зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Никаких на сегодняшний день моментов и аргументов для того, чтобы говорить о том, будет универсиада в России в Красноярском крае или нет, безусловно, почвы под этим никакой нет. Да, были некие заявления, о которых вы все знаете, но это пока рекомендации, никаких нормативных документов, говорящих о том, что все в нашей стране отменено, все проведение соревнований следующего зимнего сезона. То есть пока об этом говорить преждевременно. Тем временем в Красноярске продолжается подготовка к универсиаде. К концу недели на взлетке начнут сносить недостроенное здание крайкома КПСС под нужды спортивного комплекса. Когда исчезнет знаменитый долгострой и успеют ли строители завершить все работы в срок, узнаем в следующем сюжете. На партизана Железняка неподалеку от рынка новая взлетка роют котлован для строительства одного из объектов универсиады. В спорткомплексе, рассчитанном на 3,5 тысячи зрителей, разместят сразу две ледовые арены, приспособленные для хоккея и шорт-трека. Для такой масштабной постройки здание крайкома КПСС нужно снести. Гидравлические ножницы превратят недострой в пыль. Просто-напросто разгрызает, кирпичи по кусочкам, по кусочкам разломают. К сносу здания приступаем через два дня по приходу основной техники. Сейчас люди находятся на здании, делают подготовительные работы. Снести здание планируем за три месяца. Проведение универсиады – это замечательная возможность всегда для города, для территории, для страны. Если это Олимпиада или любое событие, это прекрасная возможность обзавестись какими-то серьезными капитальными объектами, которые не просто послужат на время проведения мероприятия, но и останутся потом на долгие-долгие годы горожанам. В рамках универсиады обновят и существующие объекты. Например, Академия биатлона получит систему создания искусственного снега, новое световое и телеоборудование для трансляций соревнований. С опережением на год идет строительство комплекса «Сопка». Не сомневается глава региона и в том, что Красноярской универсиаде быть, несмотря на заявления Международного Олимпийского комитета, который призывает заморозить приготовление к зимним соревнованиям в России. Главное, что сейчас спортивная стройка идет по графику. В наследство от универсиады Красноярск должен получить новые больницы, гостиницы и дороги. Ольга Добриденко, Александр Тропин, Новости ТВК. Через три с половиной минуты в новостях ТВК у красноярских чиновников нашли незадекларированную недвижимость и тайные счета. Через шесть с половиной минут в проекте «Небольшое путешествие» сегодня исследуем караульную пещеру. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. В центре Киева убит известный журналист Павел Шеремет. Он погиб в результате подрыва автомобиля. Предположительно, злоумышленники взорвали бомбу дистанционно. Момент взрыва зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль останавливается, чтобы пропустить основной поток. И спустя секунды происходит сильный взрыв. В непосредственной близости от места происшествия находились прохожие. Напомню, что в свое время Павел Шеремет работал в программе «Время», сотрудничал с телеканалом «Рен» и журналом «Огонек». В последние пять лет он занимался журналистикой в Украине. Следственный комитет не исключает, что целью злоумышленников могла быть и владелица машины Алена Притула, директора украинского интернета здания «Украинская правда» и «Гражданская жена» Шеремета. Каскад прудов и более 40 помещений, включая бассейн и хамам. Газета «Ведомости» сегодня подробно рассказывает о будущем доме главы Роснефти Игоря Сечина. Его участок площадью в три гектара расположился в центре нового поселка на Рублевке, у которого пока нет даже названия. От посторонних глаз усадьба скрыта сплошным забором и 100-метровой полосой соснового бора. В особняке запланировано пять спален с гардеробными и ванными комнатами на мансардном этаже. Кроме того, Сечина, согласно информации и ведомости, будет собственный бассейн и даже хамам с массажной комнатой. На цокольном этаже гостиная с бильярдом, курительная комната с баром, три гардеробные и оружейная комната. Ну а за домом запланирован каскад прудов. Площадь только самого особняка по подсчетам экспертов, на которых ссылаются федеральные СМИ, составит больше площади стандартной пятиэтажки. У красноярских чиновников нашли загородную недвижимость и тайные счета. О их наличии они не указали в декларации о доходах, сообщают в пресс-службе прокуратуры. Речь идет о 12 муниципальных служащих, но их имена не раскрываются. Зато известно, что они работают в аппарате администрации, в департаментах горхозяйства и имущества, а также в контрольно-счетной палате. Руководитель одного из главных управлений и его заместитель умолчали в отчетах о наличии счетов в банках. Глава района не указал, что имеет в пользовании загородный дом, а сотрудник департамента горхозяйства не отразил займ в полтора миллиона рублей. Прокуратура вынесла представление на имя главы города, а также главам структурных подразделений. Напомню, на прошлой неделе также стало известно, что не все чисто с декларациями и у 20 депутатов городского совета. Народные избранники разово умолчали о части своих доходов, например, с продажи автомобиля, а также о том, что являются учредителями фирм. На очереди новая серия проекта «Небольшое путешествие». На протяжении трех недель наша съемочная группа искала для вас интересные маршруты для отдыха. Главное условие, чтобы добраться до них можно было на одном баке бензина. Сегодня серия специально для тех, кто не боится темноты. Смотрим. Это небольшое путешествие. Сегодня специально для тех, кому надоели лесные массивы, музеи и всевозможные развлечения на открытом воздухе, мы подготовили немного необычный маршрут и отправились в караульную пещеру. Пещера караульная находится в 23 километрах от города. Езжайте в сторону поселка Удачный по улице Лесной ровно до тех пор, пока по пути не встретите указатель караульная пещера. Итого около получаса в пути чуть больше полутора литров бензина на 55 рублей. А дальше придется пройтись пешком, примерно полкилометра в гору. Имейте в виду, дорога сложная, поэтому в это путешествие лучше отправляться в сухую погоду. Не сцена охоты какой-нибудь, а именно сцена, я думаю, что тут либо почитание, либо дружба какой-то отображена была. На входе в пещеру гостей встречает наскальная живопись, но оставил ее не пещерный человек, а современный экскурсоводы. Так посетители пытаются погрузить в атмосферу древности. Караульная пещера формировалась на протяжении миллионов лет. Важный момент – температура внутри плюс 4 градуса. Соберетесь сюда летом, возьмите теплую одежду, фонарик и перчатки. Вот, например, пагода. Такой натек кальцитовый. Когда вот как раз было это землетрясение, вероятно, сверху обрушилась скала, обломила этот колпачок, и он впоследствии затек к кальцитам. Сталактиты, сталагмиты. Привыкнув к темноте, глаз начинает различать разнообразие форм, которые хранит пещера. Древний человек здесь никогда не жил, поэтому романтикам не стоит надеяться отыскать следы его обитания. Зато подземелье – настоящая выставочная галерея, созданная самой природой. Мы с вами в Газаре Капельном. Тут небольшие озерца, и в них капает вода. Когда-то у них даже в этих озерцах находили пещерный жемчуг. Сегодня экскурсии в Караульную проводит всего одна туристическая фирма. По сути, ей вверена забота о пещере. Экскурсоводы работают по субботам и воскресеньям с 11 до 17 часов. Стоимость входного билета для взрослых – 200 рублей, для детей – 150. Требуется предварительная запись на посещение. К туристам предъявляют несколько требований. Самое главное правило при посещении пещер – это быть осторожным, чтобы не навести вред как минералам, так и обитателям пещер. И в том числе и само у них пострадать, не травмироваться. Караульную называют пещерой для детей и пенсионеров. Она легко подается исследованию даже неподготовленными. Здесь нет узких лазов, зато есть довольно интересные спуски. Она идеально подойдет для тех, кто предпочитает избегать тесных пространств, но хочет увидеть что-то новое. Виктория Лопатайте, Александр Тропин. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова